алоха и доброго времени суток друзья сегодня я бы хотел поговорить пожалуй об одном из самых важных вопросов для всех новичков в мире альбион онлайн а именно как и куда пойти какой контент выбрать на старте чтобы заработать стартовый капитал в альбионе полным полно всевозможных способов заработка но большинство из них требует вложений или начальный капитал и именно ему будет посвящено данное видео итак мы закончили обучение на начальном острове и отплыли за королевский континент начальную деревню тут нас ожидает несколько начальных заданий на взаимодействие а также еще одно небольшое обучение первоочередной целью для себя мы ставим прокачку основной ветки налетчика с повышением уровня ветки персонаж будет лучше защищен а также станет наносить повышенный урон мобам соответствующего уровня до 3 и 4 уровня прокачки нам помогут мобы в лагерях расположенных в открытом мире просто идем туда и бьем их пока наше мастерство налетчика поднимет четвертый уровень также для ношения 4 уровня экипировки необходимо набрать достаточное количество опыта как только шкала заполнится на 20 процентов уровень можно докачать за книжки обучения после отправляемся в основной город он располагается всего через одну локацию от стартовой деревни в городе направляемся к местному магу и записываемся в экспедицию четвертого уровня при успешном завершении миссии наградой нам послужит королевский знак и немного серебра продав знак на местном аукционе это добавит нам немного серебра в нашу копилку этого серебра вполне хватит на покупку экипировки 4 уровня с первым уровнем зачарования если финансы позволяют то лучше сразу приобрести экипировку со вторым уровнем зачарования она нам в будущем очень понадобится сет выбираете из своего предпочтения основываясь на класс который вызвал у вас больше интерес и с кем вы готовы играть ближайшее время будь то лучник воин или маг один из вариантов экипировки лучника сейчас перед вами это обычный лук с курткой наемника на исцеление ботинки любые кожаные и капюшон охотника в идеале взять колпак чародея но это только в том случае если у вас прокачана ветка тканевых колпаков теперь отправляемся в окрестности города нас интересуют локации 4 уровня и ищем там одиночные подземелья выглядят они так начинаем проходить эти подземелья пока наше мастерство налетчика докачается до пятого уровня по достижению 5 уровня налетчика у нас открывается несколько возможных путей заработка первым это прохождение одиночных подземелья но уже 5 уровня под фракции да именно после достижения 5 уровня налетчика мы можем вступить в ряды фракции фракция даст нам заработать очки фракции за убийство мобов и в дальнейшем приобретать сердца или гербы фракции и продавать их на местном аукционе что позволит нам увеличить свой капитал или же отправиться в проклятые подземелья выглядят они так они разбросаны на королевском континенте в локациях от 4 уровня нас интересует уровень сложности охотник так как в нем нет потери экипировки и в случае поражения в пвп вы просто теряете сознание для входа необходим минимальный уровень мощности экипировки именно поэтому вначале мы приобретали ее 4 уровня со вторым зачарованием эти подземелья носят собой характер пве в п сочетая себе битву с мобами и с другими игроками я выбрал для себя этот вариант на входе нас ждет алтарь при активации которого нам начнет подыскивать противника для противостояния без активации мы можем просто приступать к зачистке подземелья но останется небольшая вероятность что рано или поздно ваше подземелье вторгнется другой игрок в подземелье приоритетом выступают три сундука два из которых охраняют боссы и один моб им по мере убийства мобов заполняется шкала прогресса как она заполнится центре карты будет призван финальный босс после битвы с которым нас ждет финальный сундук и портал которым нам предстоит сделать выбор продолжить череду подземелий или выйти на поверхность по итогу 40 минут в проклятом подземелье я смог заработать серебра на сумму более чем в пол миллиона мне действительно сильно повезло обнаружить здесь два легендарных сундука но даже без такого везения более чем вероятно за пару-тройку часов получится собрать желаемую сумму без каких-либо сложностей и рисков а теперь анонс нового конкурса после подведу итоги прошлого нас уже более 100 подписчиков на канале и в этот раз я хочу разыграть замечательных и верных хаски для участия в конкурсе по старой традиции я прошу подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео и конкурсы поставить лайк под видео и оставить комментарий от четырех слов с вашим игровым ником победителей будет 5 желаю всем удачи итак итоги прошлого конкурса это 7 победителей болотных саламандр свои призы вы сможете забрать на моем острове уже в ближайшее время спасибо всем кто проявляет активность и принимает участие в конкурсе что ж на этом я прощаюсь с вами всего доброго и до скорой встречи